Все будет хорошо. На первый взгляд это самые обыкновенные дети. Но на деле каждый из них пережил сложнейшую операцию по пересадке печени и испытал, как и его родители, предельные человеческие эмоции от поминутного ожидания смерти до полного счастья и выздоровления. До шести лет, до шести лет, у нас была абсолютно нормальная семья. У меня очень подвижный был ребенок. Мы ходили в детский сад. Мы уже готовились к школе. Уже ходили на подготовку к школе. И выяснилось, что у нас очень редкое заболевание. Причем потребовалась срочная операция. Нас прооперировали. А после этого, после операции наступило резкое ухудшение. И с тех пор у меня девочка, мы не вылазили из больницы. Во всем мире трансплантация печени остается наиболее сложным и дорогим видом пересадки органов. Для врачей каждый такой пациент – тонкая многолетняя работа. Она была в очень тяжелом состоянии, она уже не ходила. К счастью, когда мы прилетели в Брюссель, нас прооперировали еще раз. И затем у нас была трансплантация печени. Это было 31 августа 2007 года. Ну и с тех пор у нас началась новая жизнь. После операции больной сталкивается с тяжелейшими проблемами, которые требуют подбора лекарственных препаратов, тщательного лечения и наличия высококлассных специалистов. Мы представляем профессора Елену Туманову, врача-патолога-анатома, одного из немногих специалистов в стране, который успешно решает проблемы болезней печени. Она руководит научными исследованиями по темам заболевания печени и желчевыводящей системы, врожденной инфекцией, пост-трансплантационная патология. Вот ее уникальность в том, что она очень четко ставит диагнозы в этих ситуациях. И, собственно говоря, она дает вот этим маленьким людям вторую жесть, по сути дела. Трансплантация печени в России началась в 90-м году. Конечно, наши врачи сильно отстали от зарубежного опыта. Однако у них было преимущество. Наши специалисты шли по уже протаренной дороге, поэтому делали меньше ошибок. Сейчас уровень качества лечения в России и Европе примерно одинаков. Среди пациентов, нуждающихся в трансплантации печени, взрослых гораздо больше, чем детей. Существует масса болезней печени, которые приводят к развитию цирроза. Но среди многих заболеваний печени встречаются пороки, которые еще три года назад были неизлечимы. Если раньше дети не выживали, сегодня у них есть возможность получить лечение или сделать операцию по пересадке печени в любом возрасте, начиная с периода новорожденности. Технология введения таких больных после трансплантации также совершенствуется. Эти крупные шаги медицины вперед в большой мере обеспечивают работу специалистов-патологоанатомов. Врач-патологоанатом, конечно, профессия, которая вызывает всегда... Ну, у кого просто недоумение, как вы могли стать патологоанатомом. У кого-то удивление, у кого-то смешок. Вот недалеко, как вчера, я получала эту справку медицинскую, которая теперь дальше будет выливаться в право на ношение оружия. И там сидели молодые доктора, и они мне говорят, что патологоанатом... Психиатр меня спрашивает, да? Я говорю, да, патологоанатом. Он говорит, ну, работа у вас спокойная. Ну, то есть, конечно, кто что говорит. И даже наши студенты, учившись до 6-7 курса, они все равно, когда их спрашиваешь, какая основная задача патологоанатомической службы, и сразу все начинают говорить о трупах и так далее. Ну, действительно, и, наверное, и во многих фильмах показывается. Ну, и, в общем, куда ни крути, везде, конечно, без скрытия нам никуда не деться. И это производит впечатление, естественно, потому что это как бы и страшно, и не всегда приятно, и, ну, это все понятно. Но ведь всегда забывается, а сейчас патологоанатом, это в первую очередь, это диагноз. И в первую очередь, это, конечно, биопсия и постановка правильного диагноза, от которого зависит тактика лечения. Допустим, онкологи, они слепы, без патологической анатомии. Хирурги тоже стоят и ждут, когда врач по цитобиопсии даст ответ. И иногда, вот по опыту работы в хирургической клинике, я вам скажу, что и патологоанатома зовут к операционному столу, чтобы он показал, какой лимфоузел, допустим, или какой-то объект нужно добрать для того, чтобы поставить тот или иной диагноз онкологического заболевания. А вскрытие, ну, здесь тоже есть свои моменты, для чего проводят вскрытие. Ведь их же проводят не просто так, чтобы провести, там, написать и все. Это же проводится с целью того, чтобы другим врачам рассказать о тех интересных вещах, которые, может быть, там пропускаются, если мы говорим, что не всегда правильно поставлен клинический диагноз. Это учебная, в общем-то, вещь. И в Морозской больнице, когда построили это патологоанатомическое отделение, это было, ну, я еще, по-моему, даже, ну, где-то, наверное, в институт поступила, и мы в еще новое отделение пришли на третьем курсе, и там перед входом была надпись, написанная на латыни, «Здесь то место, где мертвый помогает живому», известно это изречение. «Ты встречаешься со смертью. Мы совершенно обыкновенные люди. И у нас все равно существует дискомфорт, когда мы спускаемся в зал, где скрываются люди. И к этому нельзя ни в коем случае привыкнуть. Ты должен создать в себе такую преграду, чтобы не воспринимать чужую боль, потому что иначе тебя надолго не хватит. Ты должен выполнить свое дело. Это первое. Второе, то, что к любому врачу-патологоанатому может обратиться мамы, папы умерших детей, ну, вообще родственники. Это вот тоже надо научиться в себе, поговорив с этими людьми, рассказав о той трагедии, да, которая случилась в их жизни, все равно не брать это на себя. И еще раз повторюсь, что как бы патологоанатом должен обладать очень большим багажом знаний. Это тоже очень сложно удержать в своей голове, потому что патологий много. А врач-патонатом, он должен поставить очень четко диагноз. Он должен это увидеть. Он мало того, что он должен увидеть макрокартину, непосредственно которая происходит, да, которая произошла в самом человеке, он еще должен увидеть микрокартину, которая на самом стекле, да, в микроскоп. И все это собрать воедино и поставить правильный диагноз, по сути дела, это эксперт. Эксперт всей медицины. Родилась я в городе Грозном, в славном городе Грозном, 7 сентября. Потому что родители у меня не в тянете. Ну, в общем, так сложилось, что там я родилась. И прожила я там, в общем-то, 6 лет. Потом очень я хорошо помню, конечно, когда мы уже уезжали в Москву, когда папу пригласили работать в Москву, потому что уезжали мы 31 декабря, да, 31 декабря 1965 года. И это был фактически первый Новый год, который я встречала, и плюс еще в поезде. Я знаменовалась тем, что я упала с полки. Поэтому, конечно, помню я это очень хорошо. Ну, а дальше уже началась жизнь в Москве. Ну, и, соответственно, я считаю, что я выросла в Москве. В 13 лет ученица обычной московской школы Елена Туманова записалась в кружок юного медика. В секции микробиологии она занималась таким малоинтересным для большинства девочек делом, как высаживание микробов. Ну, я все-таки такой ребенок-то был послушный. Родители, конечно, очень востаивали, чтобы я была продолжателем династии нефтяников. И параллельно мы с Таней ходили на работу, папе, Министерство нефтяной промышленности. Меня таскали, меня уже таскали на заводы, я лазила по этим ректификационным колоннам, если я их правильно называю. Ну, совершенно мне не нравился запах, ничего. Елене хотелось поступить в медицинский институт, но не хватило нескольких баллов. Категорически отказавшись поступать в нефтяной вуз, она пошла в медицинское училище. И два года, да, я отучилась в медучилище два года. И там тоже приобрела много всяких навыков полезных до сих пор и много друзей. Уже второй раз поступать в институт мы, конечно, уже готовились, в общем-то, достаточно серьезно, но и поступили. Первое, что я поняла, приняла в ординатуру, что я ничего не знаю. Вот первое, что мы учились в институте, это как-то оно было само по себе, а работа, тем более еще по толганатам, она была сама по себе. И мы когда сидели, естественно, в институте, готовились к экзаменам, и приходили домой, опять готовились к занятиям, а студенты других в вузах развлекались. И я всегда думала, ну, наконец-то мы закончим институт, и я вечером буду как нормальный человек смотреть телевизор, и не буду там думать, что мне еще надо там что-то прочесть, я не успею. Ничего подобного, в ординатуру началось все то же самое. Да, вот работать врачом. Человек должен обязательно по зову сердца. Мы, конечно, много говорим о социальном положении, о денежном положении, но врач, он должен быть, он должен любить свою профессию, и быть готовым к тому, что твоя профессия никогда не заканчивается в 6 часов вечера. Твоя профессия круглосуточная. И у тебя нет отдыха, у тебя, может быть, нету твоих личных проблем. Если у тебя есть пациент, если у тебя есть какая-то проблема по здоровью, которую надо решить, да, ты должен это делать. Ну, Елена пришла за помощью в Институт хирургии Вишневского, где я тогда работал. Красивая, кудрявая, смущенная Неска. Потому что Александр Гаврилович, который по телефону сказал, сейчас к тебе придет Елена, ты ей помоги. Я в то время как раз был на свободе. То есть был такой период времени, когда я занимался исключительно только наукой. И вдруг приходит такое очаровательное существо, которое производит впечатление совершенно неоднозначно. Я даже не знаю, с чем это сравнить. То есть эпизод был достаточно такой яркий для меня. Ну, завязалась такая дружеская беседа. Потом ситуация развивалась следующим образом. Она была замужем. И это меня несколько беспокоило, потому что, ну, как так? Как так? Вроде бы взрослые люди. Ну, в итоге год продолжалась наша работа, научная работа. И постоянные встречи. Ну, и в итоге дело дошло до решения этого вопроса. И вот на протяжении уже 20 лет мы вместе. Нас объединяет что? Общие, общечеловеческие интересы вообще. Ну, естественно, я о чувствах не говорю, потому что это все понятно. Но общие интересы профессиональные. И я в результате общения понял, что этот человек совершенно незавариантный. Правдивный, честный. То есть совершенно чистый человек. Не тронутый нашей всей действительностью около человеческого такого формата. Она, я уже сказал, хорошо обучаю ее. В результате нашей совместной жизни она освоила что? Во-первых, она освоила в совершенстве язык. Во-вторых, она прекрасно фотографировала. В-третьих, она водит машину. Научилась. Курьезный случай на охоте. На охоту со мной ездили. 11 мужиков, и она одна, да, на охоту. На лоси, на кабана. Был такой эпизод, когда на охоте, когда никто ничего не подстрелил. И начали, как обычно, стрелять по предметам. Мужики мажут и мажут. Елена ведет. Раз, два, три. Значит, егерь главный подходит и говорит, давайте мы ее в общество прием. Она член Союза охотников. Уже много лет профессор Туманова занимается педагогической работой. А несколько лет назад в Российском государственном медицинском университете она открыла кафедру патологической анатомии на базе больницы имени Боткина. Первую группу я помню слабо. Я их боялась. Мне казалось, что они все прекрасно знают, что я ничего в этом не понимаю. И, конечно, спустя там где-то года два-три я была поражена, когда девочка из этой первой группы пришла и принесла мне гистологический препарат с просьбой посмотреть. То есть все-таки, наверное, мы какое-то впечатление производили, что мы что-то где-то еще слышали. Это новое общение. Мы, наверное, все любим просто новое общение. Это всегда приятно. Всегда, когда приходит в группу, всегда загадка. Всегда, когда идешь на первое занятие, на первую лекцию, и ты видишь, ребята, всегда интересно, кто это, как это, кто будет как заниматься. На первом занятии некоторые стараются произвести какое-нибудь там неизгладимое впечатление, а потом на деле оказывается, что это обычные средние студенты. Бывают студенты, которые потом производят такое впечатление и остаются в памяти на всю жизнь. Мы пришли на кафедру патанатомии в свое время. Елена Леонидовна нас встретила, рассказала о самом предмете. И первое, что она у нас сделала, она повела на вскрытие. Я первый раз была на вскрытие человека, потому что все-таки у нас был вечерний факультет. Очень многие сталкивались со вскрытиями и с лечением больных. Я к этому не имела никакого отношения, и я первый раз увидела, что такое вскрытие именно человека. И самое главное, естественно, у нас в педиатрический факультет мы вскрывали маленького человечка, она вскрывала маленького человечка. Но вот настолько деликатно она это делала, настолько она подробно нам объясняла, и настолько она создавала атмосферу в таком достаточно тяжелом месте, что вот, по сути дела, будучи я в положении, я ждала ребенка, я была на этом вскрытии, и я не ощущала какого-то дискомфорта. Мне было все понятно, и мне было очень интересно. То есть она так построила свой разговор, что у нас не возникло первое желание – жалость. Потому что вот когда возникает жалость, боль, переживание, то ты не можешь воспринимать картину, именно медицинскую картину каких-то изменений с полной ясностью. А она вот так вот построила все, что мы, во-первых, как бы поняли, почему умер младенец, посмотрели всю как бы патологию изменений в органах, и вышли оттуда не просто с подавленным каком-то состоянием, а как будто мы что-то приобрели. Да, потом мы что-то разговаривали, да, было жалко, но самое главное – вот ясность мышления у нас была. Это вот очень важно. В настоящий момент организовать кафедру в БУЗе вообще невозможно, а в университете тем более. Но вот так получилось, что ее такие и организаторские способности, и чисто человеческие способности, что очень редко сейчас бывает, дали возможность создать кафедру, кафедру московского факультета при Российском государственном медицинском университете имени Пирогова, кстати. И то, что кафедра была создана именно на базе Боткинской больницы, это тоже очень такой момент интересный, потому что это огромная больница, это целый город. Это две с половиной, если не больше, две с половиной тысячи коек. Это разные специальности, да. И сюда прийти кафедра, которая будет обслуживать всю больницу. То есть вот эта диагностика, операционная диагностика по различным специальностям. И плюс то, что Елена Леонидовна смогла привлечь на свою кафедру ведущих специалистов нашей страны. День патологоанатома не заканчивается, там на вскрытии он посмотрел какую-то биопсию. Нет, он постоянно думает о всех проблемах, что как происходит. Он должен знать все новейшие технологии, потому что сейчас не просто патологоанатом работает на вскрытии, смотрит биопсию. Это всевозможные исследования. И он должен это все знать. Мы же встаем в пять утра, в пять утра, и приезжаем домой в нашу деревню где-то в девять, десять, а то и в одиннадцать часов вечера. То есть это постоянная работа, это постоянная консультация. Да и вот сегодня человек приехал совершенно из Магнитогорска, чтобы решить вопрос, как лечить маленького человечка, это консультация по педиатрии, как вести его с аутоиммунным гепатитом. И только благодаря вот сейчас вот этим наметилась достаточно четкая программа, как помочь этому маленькому человеку. Мне всего хочется, и я никогда ни от чего не отказываюсь, если надо что-то сделать и сделать что-то новое. Но я надеюсь, что кафедра будет дальше у нас развиваться. Хорошо, что сотрудники будут защищать диссертации, кандидатские, докторские. И мы будем дальше расти, выпускать книги. У нас будут расти наши дети, рождаться наши внуки. И все будут здоровы. Хорошая она человек. Она хороший друг. Она же ведь, когда к ней обращаешься не просто по работе, а вот что-то случилось. Мы же все люди, да? У нас есть семьи, дети. И если что-то случается, в любое время дня и суток можно набрать ее номер, набрать номер Владимира Павловича Тумановой, и получишь помощь. Тебе всегда все объяснят. Как делать? Что делать? Кому лучше обратиться? И даже если ты не будешь просить этой помощи, все равно, Елена Леонидовна, даже вот болеешь ты, найдет тебе доктора, какой тебя проконсультирует, или поможет куда-то устроиться. То есть, по сути дела, это вот человек-скорая помощь. Елена – это совершенно замечательный человечек. Это мой любимый человечек. Это человек, на которого, ну, как обычно говорят, можно положиться, но он четкий человек, искренний. И очень важно для того, чтобы вот рядом с таким человеком хорошо живется, весело живется. И то, что я вам говорю, это, наверное, сегодня впервые я говорю так. Потому что обычно об этом не говорят. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok